мир любовь и благодать от господа иисуса христа всем неизменно любящим иисуса христа да умножится да возрастет познание господа в сердцах наших чтобы мы возрадовались чтобы мы научились радоваться в господи научились радоваться тому чему господь будет со радоваться нам и ну я хочу продолжить на тему благодати да ну есть люди которые превращают благодать господа нашего в повод к распутству каким образом это проявляется каким образом это действует да это же как бы пророческие слова которые ну как бы они описаны всеми апостолы все апостолы говорят о лжепророках все пророки все апостолы пророки говорят о том что много ересей как бы присутствует среди народа божьего и естественно там где действует боже святой дух туда приходит и лукавый дух для того чтобы посеять свои плевелы свои плевелы чтобы посеять эти соблазны соблазны среди народа божьего и я хочу сейчас поговорить на тему богатства процветания есть такое понятие как учение процветания каким как господь относится к этому учению ну на основании писания естественно я буду говорить именно то что мне господь на сердце положил а уже каждый пускай рассуждает насколько это будет приятно ему насколько понятно и сможет он принять это все естественно я я не забочусь о том чтобы привлечь как нужно больше людей и я знаю что темы которые я затрагиваю это не популярные темы это темы которые могут кого-то оттолкнуть ну когда был случай когда иисусу начали говорить какие странные слова кто может это слушать и написано что уже не ходили за ним многие ученики которые прежде за ним ходили и слушали учились у него и говорят какие странные слова и больше не ходили иисус шум делает говорит 12 а вы не хотите ли отойти то есть иисус вообще не озабоченный знать вот этим количественным показателям знаете сегодня есть такая такая такие мега 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 церкви там тысячи там многотысячные собрания господь вообще такими вещами не восторгается и не восхищается для меня допустим больше важен качественный показатель иисус случае же он не стал там ой подождите вы меня не поняли я сейчас все объясню вы извините я сейчас все все как бы все проще даны то есть иисус не пошел ни на какую лояльность но он смотрел на это как на и даже даже когда он молится он говорит я не молю тебя о всем мире но а тех которых ты дал мне отче а те которых ты дал мне и никто и не похитит их из руки моей я знаю что те которые от истины они услышат слово истинный они его примут а те кому те которые написано избирают учителей которые листили бы слуху их нему меня такие вообще в принципе не интересуют и тема богатства тема процветания до взгляду господа смотрите открываем книга откровение 3 глава я выборочно читаю ангелу ладикистской церкви так говорит господь ты говоришь я богат разбогател и не имею ни в чем нужды то есть ну как бы казалось бы вот он человек вошел в землю текущую молоком и медом богат разбогател не имея ни в чем нужды процветающий такой успешный это глазами человеческими глазами господа а ты горит вообще не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и нах советую тебе купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться и чтобы не видна была срамота нога ты твоей и глазную мазью помажь глаза твои чтобы тебе видеть кого я люблю того я обличаю и наказываю и я вам скажу что это обращение не какому-то там постороннему обывателю который только задумался о господи там думает покаяться не покаяться или только покаялся это обращение ангел то вестник возвещающий его ну как бы евангелиста пророк именно там то есть это божий помазание который который благовествует евангелие царства божьего и к нему такой я я тебя люблю я поэтому тебя обличаю и поэтому наказываю тебя потому что и люблю потому что написано что если сын которого отец не наказывал бы если же вы остаетесь без наказания то вы незаконные дети они сны то есть глазами господа этот человек получается несчастный жалкий и ногой ангелу с мирской церкви говорит господь знаю скорбь твою и нищету впрочем ты богат интересная такая противоположность да скорбь нищета но говорит впрочем ты богат из буквально физическом мире получается человек терпит нищету скорбь и какие-то там какую-то тесноту а глазами господа он горит и богат вот моими глазами ты вошел в землю текущую молоком и медом моими глазами ты находишься в благословении ты находишься в этом помазание ну насколько противоположный как бы евангельские утверждения этот ну как бы тому что сегодня проповедуется о чем же говорит нам ветхий завет да ну просто смотрите я вам хочу сказать что ветхий завет из толкуется и объясняется исключительно через призму нового завета то есть и если буквально быть буквально быть понимать именно то вот это богатство о котором описано в ветхом завете подразумевается вот это духовное богатство которое в сердце у человека как на этот написано что в притчах соломона верный человек богат благословениями а кто спешит разбогатеть тот не останется ненаказанным то есть верный человек он понимает что наше царство оно не от этого мира павел горит вы уже обогатились вы уже там присытились вы стали царствовать о если бы царс вы царствовали так чтобы и нам вместе с вами царствовать а так в вашем царстве нам почему-то места нету вашем царстве и еще там же притчи соломона это там где-то 28 29 глава где-то там же рядом говорит спешит к богатству завистливый человек они знают что нищета постигнет его то есть и некоторые добиваются некоторые становятся богатым в этом мире но глазами господа господи ты несчастен жалок нищь слеп на смотрите ветхий завет он сегодня также само актуален как и был две тысячи три тысячи лет назад но духовное разумение как прочитать и как понять и как истолковать вот эти вот образы ветхозаветные это может только дать господь тем кого он помазал на это для того чтобы проповедовать благовествовать нищим и смотрите кто вы призваны много ли вас сильных мудрых благородных богатых но бог призвал немощных этого мира чтобы посрамить сильных чтобы посрамить богатых чтобы посрамить чтобы никакая плоть не хвалилась пред господом и я хочу сразу сказать что я не призываю никого не какому там этому то есть там нищета или аскетизм не является целью ни в коем случае ни в коем случае но от павел так говорит я научился жить в скудости же и жить в изобилии терпеть голод и насыщаться то есть я уже изобилие из и и то есть испытание и это ну как бы это это из испытаний изобилием это тоже очень серьезное испытание и насколько человек сможет выдержать это насколько человек сможет в этом испытании оказаться честным и перед богом так сказать этим праведным потому что богатство богатство она доброму человеку может принести пользу ну как бы очень сложно господь не напрасно сказал трудно богатому войти в царство божье удобнее верблюду войти в угольные уши нежели там богатому войти в царство больше вот смотрите что говорит по этому поводу говорится в книге иисуса сына сираха 31 глава начиная сначала бдительность над богатством изнуряет тело и забота о нем отгоняет сон бдительная забота не дает дремать и тяжкая болезнь отнимает сон потрудился богаты при умножении имуществ и в покое насыщается своими благами потрудился бедный при недостатках жизни и в покое остается скудным любящий золото не будет прав и кто гоняется за тлением наполнится им многие ради золота подверглись падению и погибель и было при лицом их оно дерево преткновения для приносящих ему жертвы и всякий несмысленный будет уловлен им счастлив богач который оказался безукоризненным и который не гонялся за золотом кто он и мы прославим его ибо он сделал чудо в народе своем кто был искушаем золотом и остался непорочным да будет это в похвалу ему кто мог погрешить и не погрешил сделать зло и не сделал прочно будет богатство его и о милостынях его будет возвещать собрание интересно да от от человек богатый и праведный это это источник милосердия источник и благословения для бедных людей о милостынях его будет возвещать собрание сегодня можно увидеть таких достаточных богатых на них крошки там могут отщипнуть именно от своего богатства там крошки отщипнуть именно там людям нуждающимся вокруг них но они 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 ходят они как от павел горит богатых увещевая чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неправедное но богатели добрыми делами очень сложно войти богатому в царство божье написано корень всех зол есть сребролюбие имея пропитание и одежду будем этим этим довольны а желающие обогащаться впадает все и во многие безрассудные и вредные похоти чему придавшись многие подвергли себя многим скорбям смотрите люди подвергают себя скорбям а это посмотрите это неизбежно это неизбежно написано так в книге по послание римлянам 1 глава но как они познали познавший бога не прославили его как как бога и не возблагодарили но вместо этого что они сделали осуетились в умствованиях своих и омрачилась несмысленное их сердце и там дальше тоже там написано и как они не заботились иметь бога в разуме то предал их бог превратному уму делать непотребство непотребство это очень обширная тема посмотрите опять же повторяю еще раз они познали бога бог им открылся да как бы сущность бога в какой-то степени им открылась не прославили его как бога и не возблагодарили то есть следовало бы получается но по логике прославить и возблагодарить достойно бога как бога прославили не прославили его как бога как достойно бога и не возблагодарили но что они вместо этого сделали осуетились и омрачилась несмысленное их сердце это неизбежный это неизбежный результат я же это только что говорил что это послание апостола павел павла он говорит именно что с ребролюблю передавшись многие подвергли себя многим скорбям это послание апостола павла тимофею это неизбежно если они вас за это но осуетились не возблагодарили обязательно придет омрачилась несмысленное их сердце и славу нетленного бога превратили в образы там разных там разного непотребства я жарю что и этот нищета и аскетизм не является целью но знаете главное чтобы были приоритеты в жизни человека расставлены правильно главное чтобы главное оставалось главным а главное это господь и отношения с ним вот смотрите о чем молится и просит у бога мудрый человек книга притчи 30 глава двух вещей я прошу у тебя не откажи мне прежде нежели я умру суету и ложь удали от меня нищеты и богатства не давай мне питай меня насущным хлебом дабы присытившись я не отрекся от тебя и не сказал кто господь и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя бога моего в суе вот праведный человек он понимает опасность вот этих вот двух крайностей быть богатым это это я читал из книги сираха кто этот человек что он был искушаем золотом но не гонялся за золотом это 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 исключительный случай сегодня же можно видеть таких разжиревших таких это достаточных такие эти но они крошки от своего состояния отсчитывают и они считают именно знаете как написано что многие богатые клали в сокровищницу много а одна вдова горит полови положила две лепты а иисус говорит она положила больше от их всех вместе взятых и потекла ли от избытка а она положила горит все пропитание свое вот вот насколько мерки господа они 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 вообще как бы но с человеческими мерками вообще как бы ну не не это не состыковываются с учением о процветании какого же процветания какое же процветание господь дает уверовавшим в него как написано не бедных ли мира господь призвал быть богатыми верою и наследниками царства божьего мое богатство это моя вера мое богатство я не соблазняюсь ну да дьявол меня искушает да у меня тоже работа работа связанная с деньгами то есть я как бы работой в торговле и работа моя связана с деньгами но я постоянно молюсь я постоянно прошу потому что я понимаю о чем я сейчас говорю это прекрасно понимаю я я очень четко вижу когда в моей жизни суета меня за закручивает это болото суеты меня затягивает я вижу что в мою жизнь приходит это омрачение так как написано повторяюсь что они просто познавший бога не прославили его как бога и не возблагодарили но осуетились в умствованиях своих и омрачилась несмысленное их сердце в мою жизнь это приходит это омрачение то есть я начинаю видеть именно шоу моей жизни нету той радости и меня это не радует именно там вот эти приобретения которые я там бывает у меня получается что-то там это приобрести выгодно как это на какой-то момент меня там разворотами но по-человечески а а я понимаю что душа моя этим не насытилась душе нужна пища соответственно и и самое главное чтобы у нас главное оставалось главным а главное это отношение с богом отношение бог с богом зиждутся и утверждается это как бы это мое понимание откровение меня господь ожидал такую притчу царство божье подобно столику на трех ножках такая вот притча и объяснение до этого столика и этот этих ножек первая ножка это молитва вторая ножка это слово божье третья ножка это общение с верующими конкретно живыми людьми то есть мы друг друга это как написано железо железо острит и и так всякий дух изощряет взгляд друга своего то есть мы друг друга где-то от подтачиваем под подправляем если смотрите если молитва у меня как бы слабенькая вот он столик да допустим там все на него уже ничего не поставишь на него всего с него будет все скатываться правильный баланс должен быть то есть равновесие должно быть между словом божьим между молитвой между общением с верующим мне асподь говорит я вот проповедую евангелие в электричках там и не только в электричках меня судили ты не заменишь проповедями молитву все должно быть на своем месте если ты оставил это слово божье уже насытился присытился все как написано вас как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко если ты уже как бы теперь ты ты просветился если тебе уже как бы этот от слова божьего как бы отвращение опять же это вторая ножка как бы нету нету от этого баланса если тебе люди надоели тоже тоже как бы и постепенно этот столик превращается ну не знаю в доску в какую-то которая ни к чему не годная как написано если горит соль потеряет свою силу говорит то она ни к чему не годная в навоз она даже не годная выбрасывайте вон на попрание людям и вот я еще раз хочу же подчеркнуть как бы что я понимаю что моя мое вот это вот богатство не материально и хотя на одну под написано да что ты не будешь там брать в долг там и там это ты будешь давать в долг в моей жизни это исполняется я при своей скудости я немного зарабатываю и я просто не стремлюсь нам много зарабатывать слишком чтобы чтобы там это только зависть как написано всякий успех книги экклесиаста написано всякий успех производит взаимную между людьми зависть я понимаю что если я сейчас начну зарабатывать больше обязательно начнется зависть обязательно начнется какие-то там козни со стороны людей нечестивых я даже я понимаю что не стоит даже туда суваться но при этом при всем я тоже где-то там этот бывает меня там этот начинает шатать это я как бы все мы в теле находимся и все мы как бы этот ну питаемся там это нам нужно хлеб там одежда там и так далее и и вот от как ну знаете если этот но человек не не смог правильно расставить приоритету он искушается я искушаюсь то есть у меня как бы тоже происходит с этим борьба именно с этим с этим вот этими приоритетами и я понимаю что как написано верный человек богат благословениями а кто спешит разбогатеть не останется не наказанным то есть если для меня вот это вот сегодняшняя возможность возможность заработать отодвинула бога на второй план все приоритеты сбиты не устройство и этот ну ожидай ожидай этого омрачение ожидай скорбей ожидай неприятностей в жизни то есть если не может человек двум господам служить не можете служить богу и мамоне а богатство вот этой же решение ни одна ни одна этот ни одно ветхозаветное пророчество нету нету такого пророчества которое не имело бы сегодня смысл но все вот эти ветхозаветные пророчества толкуются исключительно через через призму нового завета то есть нужно смотреть насколько это соответствует новому завету если это соответствует новому замету значит да если новый завет говорит именно что нет то есть вот фарисеи они смеялись над Иисусом он говорит берегитесь любостяжание ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения фарисеи были сребролюбивы и они смеялись над ним то есть он дает вот рассказывает именно но господь он будучи богат обнищал ради нас и вот смотрите да когда они ходили и был был такой случай что ученики и шли и по дороге растирали колосьями там эти колосья руками и ели написано не они проголодались ну вот представьте у них там в рюкзаках пирожки там мясо там колбаса там я не знаю что там там это там помидоры там они вот это там эти растирают зерна нужда была то есть у Иисуса были моменты когда была нужда то есть они шли как бы и голодные павел горит я научился жить в скудости и в изобилии то есть я в изобилии это для меня было возможностью больше благотворительностью заняться то есть как-то увидеть вокруг себя там больше возможности увидеть нуждающихся и поучаствовать в их нужде были моменты скудости и я не не забыл опять же служение богу опять же у меня как бы этот ну я научился я научился жить в скудости и в изобилии терпеть голод и насыщаться научился всему и во всем то есть где тут где тут вот эти ценности которые воспеваются в теории процветания вот этими лжепророками вот этими которые понадевали на себя эти мундиры там апостолы пророки там епископы порождение ехиднины то есть евангелие оно полностью опровергает оно полностью это это учение как бы это 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 учение из ада учение о процветании материальном это учение из ада бог допускает вот смотрите я еще раз по очередной раз повторяю ангелу смирской церкви говорит знаю скорбь твою и нищету впрочем ты богат вот какое богатство господь оценивает знаете как вот он ангелу ладикийской церкви говорит советую тебе купить у меня золото огнем очищенное вот это золото вот это вот вот это в моих глазах ценно вот это как раз то золото которым обладает ангел смирской смирской церкви вот это то золото ради которого ну это это действительно ну человек он способен обогатить других то есть он внутренно имеет себе этот потенциал чтобы обогатить других то есть его его богатство как написано если вы только в этой жизни надеетесь на Христа то вы несчастнее всех других людей но человек верный богат благословениями он понимает что в этой жизни может господь допустить и испытания с худостью и испытания изобилием и нужно устоять и в том испытании и в том испытании нужно устоять нужно научиться Павел говорит я научился жить и в скудости и в изобилии терпеть голод и насыщаться да благословит господь нас всех всех кто услышит это слово да благословит господь именно чтобы мы понимали это чтобы мы сами свои как бы жизненные приоритеты и ценности расставили по своим местам то есть господь служение молитва слово божье общение как написано не забывайте жертвы общительности не забывайте жертвы общительности ибо таковые жертвы благоугодны богу то есть мы должны понимать именно что вот этот вот эти вот ну как бы вещи они они как бы если в нашей жизни нарушен этот баланс будет не устройство будет дефицит радости в господи то есть радость в господи она это очень очень ощутимое чувство которое можно быть реально счастливым человеком не имея какого-то там материального процветания и достатка можно быть несчастным и и жить именно как то так вот ну в сомнениях и быть при этом богатым и быть при этом материально процветающим поэтому и дай бог нам всем мудрости и чтобы мы молились друг за друга чтобы мы друг друга поддерживали в этом чтобы мы укрепились в этих намерениях строить отношения с богом это это должно быть нашей первой и основной задачей нашей жизни целью нашей жизни это и есть цель нашей жизни быть успешными в вере как вот павел говорит тимофею о всем заботе в этом пребывает чтобы успех твой для всех был очевиден то есть мы должны прийти к такому состоянию что для всех станет очевидно люди ну как бы те которые те которые предназначены ко спасению они они увидят это все люди которые нечестивые тоже это увидят они хотя они не покаяться хотя они все равно будут злословить но они увидят именно ты смотри их завистью исполнит их ааааааа когда мы будем действительно успешными а когда когда мы как вот эта соль которая потеряла свою силу они нас смеются когда мы начинаем быть успешными как написано пропадает у них сон если они не доведут кого-то до падения. Если у меня сегодня все хорошо, у них плохо. Если я сегодня засуетился, если меня сегодня закрутило вот это вот болото житейской суеты, они чуть-чуть облегченнее вздыхают. Они так потирают руками, фу, а? Ах, впоймали, впоймали этого, который там этот, как Самсона, да, обстригли ему там волосы, обстригли. Это отдельная тема, о которой будем разговаривать, я думаю, в дальнейшем, чтобы сейчас не растягивать эту тему. Впоймали Самсона, да, там впоймали, что он молотит именно там этот, ослепший там и этот, молотит на них. В капищах идолов своих именно там, вау, именно там, наши боги, как бы молодцы. Наши боги самые крутые. Ну, да благословит Господь нас всех, и вас, слушающих, и меня, и чтобы нас взаимно, чтобы мы понимали вот эту взаимосвязь именно, я об этом буду часто говорить, я об этом буду постоянно напоминать, как говорит апостол Петр, говорить об этом для меня не тягостно, а для вас, говорит, научительно и назидательно будет. Повторять одно и то же, одно и то же. Мы, если мы не вместе, если мы поодиночке, и дьявол будет таких одиночек как бы искушать, и ему легче такого человека там где-то там сбить именно. Да, искренний человек, он подымается, он опять начинает искать, он начинает это, но в, как написано, нитка втрое скрученная не скоро порвется, то есть вот в единстве есть определенная сила, и двоим лучше, нежели одному. И чтобы мы это все понимали, и чтобы мы стремились к вот этому единству, стремились к этому общению совместному, я повторяю, что я открыт для общения, я открыт для того, чтобы объединять усилия, совместные усилия для вот этой войны, для брани. Наша брань не против крови и плоти, не против там этот, ну там, а против мироправителей века этого, против духов злобы поднебесной, против вот этого духовного царства, наша война. Да благослови Господь, еще раз, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Аллилуйя.